Добрый день! Это пятая лекция спецкурса Егора Холмогорова «100 книг. Что читать?». Мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! На этот раз мы с вами будем говорить о том, что читать по истории древнего мира. То есть наш курс переходит в такую более уже практическую плоскость. Мы уже говорим не об общих вопросах теории и истории, а о том, что конкретно мы можем узнать по тем или иным историческим направлениям. И начинаем мы с древнего мира, то есть с одной из самых интересных вообще частей всемирной истории, которая охватывает собой историю Древнего Востока и историю античности. То есть Греции и Рима. Если история Греции и Рима, скажем, изучалась в общем-то всегда, то есть ею интересовались уже в Средневековье достаточно активно, ею начали интересоваться в эпоху Возрождения, очень активно, собственно, для эпохи Возрождения классицизма Греция и Рим были образцом. Собственно, они остаются для европейской цивилизации образцом до сих пор. То история Древнего Востока, в общем-то, была открыта практически заново в XIX веке вместе с раскопками на Востоке, вместе с расшифровыванием египетской и осиро-вавилонской клинописи. И, собственно, успешное открытие Древнего Востока продолжалось, собственно, до последних десятилетий, когда пошел обратный процесс, вот в последние годы пошел обратный процесс, а именно игиловцы старательно закрывают Древний Восток, причем не только игиловцы, вообще как бы вот все эти исламистские структуры, они очень старательно закрывают Древний Восток. Игиловцы разрушили города, ассирийские разрушают статуи. В Египте, когда там у власти были братья-мусульмане, они, соответственно, неоднократно призывали, скажем, закрыть все древнеегипетские музеи. Кто-то договорился до идеи, а давайте разберем пирамиды, причем если они однажды доберутся до власти, я уверен, что в какой-то момент они их действительно разрушат. Это вполне с их точки зрения логично, потому что эта история с Древним Востоком, она подрывает тезис о том, что Восток всегда был мусульманским, всегда находился в нынешнем своем состоянии, всегда исповедовал те же самые принципы и ценности. В общем, он ставит под вопрос то, что они там хозяева навек. Поэтому, понятное дело, что Древний Восток воспринимается в значительной степени как такое изобретение колонизаторов этими людьми, и они бы хотели бы от него избавиться совсем. Ну, надеюсь, что совсем им от этого избавиться не удастся. И, ну, в любом случае, скажем, я вот уже пропустил момент, когда было безопасно ездить в Египет, и так пирамиды не посмотрел. Точно так же, как, скажем, за несколько лет до того, как начались все эти ужасы в Сирии, я подумывал о том, чтобы посетить Пальмиру, но, опять же, не успел. Вот многие мои знакомые успели, я не успел. Вот. Теперь буду жалеть. Ну, теперь обратимся к вопросу, что по этим предметам читать. Вот. Я надеюсь, видно то, что я показываю сейчас на экране. Самое лучшее, самое развернутое общее пособие по истории древнего мира, написанное на русском языке, это трехтомная история древнего мира, изданная в начале 80-х годов в Советском Союзе под редакцией Игоря Михайловича Дьяконова. Мы уже с вами упоминали его на прошлых лекциях как знаменитого специалиста по Шумеровам и Вавилону. В этой книге была попытка предсоветских ученых, которые работали над большой академической историей Древнего Востока, представить в виде такого лекционного курса общую канву истории древнего мира, соответственно, от ранних Шумера и Египта и до конца Римской империи. И подвести под это определенную концепцию развития древних обществ, которые предложил Дьякону, скажем, от полисов к империям. И в целом это удалось. То есть это действительно очень информативная, сравнительно свободная от таких вот совершенно бредовых марксистских построений книга, которую до сих пор приятно читать, приятно держать в руках. Скажем, совершенно поразительно было по тем временам то, что специалисты, писавшие про раннее христианство, в частности Свинцитское, они говорили об Иисусе Христе как об исторической личности, в то время как в Советском Союзе была принята точка зрения объявлять мифологическим персонажем. И вообще как бы история раннего христианства была изложена очень корректно. То есть этой книге как бы советская наука может реально гордиться. Она, конечно, небольшая. Она в Советском Союзе никогда не издавалась. Книг действительно вот таких вот по-настоящему масштабных по древней истории. Но этот трехтомник – это хорошая такая научная академическая база, с которой можно работать, с которой, собственно, студенты и обычные работают. Скажем, в отличие от университетских учебников, в которые, скажем, в мои времена, не думаю, что-то принципиально изменилось сейчас, заглядывали в основном узнать, что надо говорить на экзамен. Как фундамент науки, университетские учебники советские в этом смысле никуда не годились, а постсоветские от них ничем не отличаются особо. За одним исключением, о котором мы поговорим дальше. Если говорить о западной науке, то главным общим изложением истории древнего мира является кембриджская древняя история. Это многотомный, в конечном счете, там 14 томов основного текста вышло, проект, который был задуман английскими историками в 20-х годах. В 20-е и 30-е годы вышло первое издание, которое в свое время сделало настоящую революцию в истории древнего мира. Особенность этой кембриджской истории, она состоит, конечно, в том, что ее писали разные узкие специалисты и писали очень подробно. То есть там действительно охвачена фантастическая просто масса фактов. Но при этом, конечно, неподготовленный читатель в этой массе фактов теряется. Даже я, скажем, периодически, беря тот или иной том, над некоторыми страницами засыпаю, потому что фактов много, и мне уже не очень понятно, к чему это. Но, тем не менее, как вот такой максимально полный компендиум знаний, прежде всего по военной и политической истории древнего мира, кембриджской древней истории вообще нет равных. С 80-го по 2005 год выходило ее второе издание. А где, в частности, были серьезно переработаны главы по Древнему Востоку, потому что эти главы у них получились менее удачными, чем по Греции и Риму. Из этого второго издания у нас делается сейчас том за томом перевод. Вышли тома не с первого тома, Древний Восток наши переводчики пропустили. А вот дальше идут тома «Расширение греческого мира», «Персия, Греция и Западное Средиземноморье», «Возвышение Рима», «Пятый век до нашей эры», и, кажется, уже вышел «Четвертый век до нашей эры» тоже. То есть все вот эти несколько томов, и, видимо, это издание уже будет у нас, я надеюсь, доведено до конца, то есть до 14-го тома. Эти тома можно приобретать, держать на полке, и однажды, если вам когда-то потребуется подробная, по-настоящему подробная справка о событиях античной истории, то она вам пригодится обязательно. Если можно еще поговорить вот о чем. То есть это, к сожалению, для тех, кто читает только по-русски. Сейчас, секунду. Для тех, кто читает только по-русски, это такая вот, скорее, предмет воздыханий, нежели предмет серьезного интереса. Но поскольку среди вас, скажем, есть те, кто читает по-немецки, потом, по-моему, был английский перевод тоже, то я хотел бы порекомендовать книгу Эдуарда Мейера «История древнего мира». Эдуард Мейер был выдающийся, если не сказать, великий немецкий античник. Он жил на рубеже 19-го и 20-го веков. И ему принадлежит, по всей видимости, последняя крупная попытка описать во всех подробностях историю древнего мира пером одного автора. Не совокупностью, как бы, работ узких специалистов, а именно мыслью одного человека. И он эту попытку осуществил на рубеже 19-го и 20-го веков. И она, в общем, настолько удачна, что до сих пор за вычетом каких-то, может быть, отдельных моментов и отдельных вещей, которые в 20-м веке были раскрыты более ясно, как скажем там, истории Микенской Греции, какие-то подробности, касающиеся Древнего Востока. Но в целом, как общая картина древней истории, история древнего мира Эдуарда Мейера, это до сих пор книга, не имеющая равных среди тех, кто описывал древнюю историю в одиночку, попытавшись осмыслить все. У Мейера была своя концепция, она потом повлияла очень сильно на упоминавшегося нами Освальда Шпенглера, то есть Мейер тоже думал, что история движется циклично от расцвета к упадку, чередуются эпохи Средневековья и эпохи, скажем так, классицизма, то есть, грубо говоря, у греков и римлян было свое Средневековье, которое сменилось своей классикой, а в свою очередь эллинизмом. Соответственно, у нас в Европе было свое Средневековье, которое тоже сменилось классикой, и сейчас мы где-то на пути между эллинизмом и Римом. То есть, вот такая концепция Мейера оказала довольно крупное влияние на исследователей XX века, хотя, конечно, его зачастую ругали за так называемый модернизм, то есть, за стремление сблизить научную реальность древнего мира с современным. На самом деле, я не вижу в этом модернизме ничего плохого, потому что понятно, что для того, чтобы что-то объяснить современному человеку, нужно максимально стараться приблизить категории минувшего к нашим современным категориям понимания, потому что, если этого не сделать, человек, никто ничего не поймет, а при этом утверждение, что мы якобы реконструировали то, как на самом деле мыслили древние люди, ну, чаще всего это очень спорное утверждение. На самом деле мы реконструировали только наше представление о том, как мыслили древние люди. Поэтому вот в модернизме, в котором упрекали двух самых крупных специалистов по античной истории вообще в XX веке, это Эдуарда Мейера и Михаила Ростовцева, о котором мы еще поговорим, на мой взгляд, нет ничего плохого. Но вот, к сожалению, из Мейера на русском языке можно почитать только маленькую книжечку «Экономическое развитие древнего мира», которую у нас перевели в начале 20-х годов. Это такая была его небольшая лекция. А у меня на сайте Стукник есть о ней очерк, тоже совсем-совсем небольшой. Но книга очень интересна, особенно она интересна описанием эпохи экономического упадка древнего мира. Так, теперь мы переходим к истории Древнего Востока. Здесь у нас на русском языке ситуация немножко получше, так как с 60-х годов у нас осуществлялось издание академической истории Древнего Востока. К сожалению, это издание осуществлялось очень медленно. В итоге подготовленная в 60-е годы книга начала выходить только в начале 80-х годов. И до «Перестройки» вышли первые два тома. Вот первый том. Он посвящен прежде всего Шумеру и Вавилонии. И там главным автором является Игорь Михайлович Дьяконов. А второй том, он более сборный, но центральное место в нем занимает Древний Египет с совершенно потрясающим очерком Юрия Перепелкина. Ну, там при этом еще есть и про Хеттов, и про Финикию, про Переднюю Азию и так далее. Потом началась «Перестройка», и издание на много-много лет прервалось. Уже Дьяконов умер, уже сменилось поколение. Но в конечном счете, вот где-то году в 2005-2006, таки вымучили издание всего оставшегося текста. Планировалось, что это будет четырехтомник или пятитомник. Вместо этого издали такой огромный толстый гроб, где вместили всю оставшуюся после Вавилона и Египта историю Древнего Востока. А там, соответственно, описана, скажем, история Древнего Израиля и Иудея, история Ассирии, история Персии и Нового Вавилона. По остаточному принципу попались Индия и Китай. И даже, кстати, в общем, очень неплохая глава Аскиб. То есть там, конечно, всем этим рулил такой достаточно специфический человек Якобсон, который как бы некоторым образом смешивает историю Древнего Востока и политику и идеологию. В частности, там, бичует антисемита Льва Гумилёва и так далее, и так далее, и так далее. Но в целом это добротное и достойное издание, которое, ну, в общем, представляет, в общем и целом, новейший пласт знаний по истории Древнего Востока. Ну, что значит новейший? Новейший – это значит 40-50-летней давности. Но более чего-то свежего в достойном, подробном академическом формате, к сожалению, у нас до сих пор нет. Обязательно, если мы говорим об истории Древнего Востока, обязательно нужно пользоваться хрестоматией. Потому что только в хрестоматиях включены важнейшие тексты, без которых мы ничего не поймём. Например, надписи из гробниц древнеегипетских вельмож, законы Хамурапи, бехистунская надпись и так далее. Всё это есть только в хрестоматиях. Вот это вот классическая хрестоматия, которой пользовались все советские студенты. Сейчас появилось новое издание. Вот оно вот так вот выглядит. И оно нужно обязательно, потому что не читая древневосточных текстов, а читая только, скажем, пересказ их современными исследователями, рассчитывать на то, чтобы хотя бы минимально понять, что такое, скажем, древневосточные цивилизации и как они устроены, ну, не приходится. Ещё одна книга, как бы, повеселее, поизящнее и поприятнее. Это том из библиотеки всемирной литературы, которая издавалась в советское время, «Поэзия и проза Древнего Востока». Во-первых, это просто хорошая литература, потому что туда были включены переводы, скажем, самых замечательных наших как бы поэтов, которые переводили древневосточные тексты, в частности, древнеегипетская лирика в переводе Ахматовой. Ну и там, в общем, значительная часть тех текстов древневосточных, которые имеют литературное значение и которые, скажем, упоминаются в текстах учебных пособий и монографий как источники, они здесь представлены как литературные произведения. То есть, скажем, например, какая-нибудь знаменитая шумерская поэма «Послы Агги». Это ранний вариант эпоса о Гильгамеше, без которого, скажем, понять поздний вариант эпоса о Гильгамеше будет довольно затруднительно. Вот давайте, кстати, тогда уж поговорим. То есть, один из... Еще об изданиях текстов. Обязательно книга, которую, если вы хотите немножко почувствовать культуру древней Месопотамии, то обязательно нужно прочесть эпоса Гильгамеш. Это небольшая книга, это не Илиада и не Одиссея. В ней, конечно, есть определенные пропуски. И, собственно, по этой причине наши нынешние издания и переводы этого эпоса чуть-чуть устарели, потому что недавно, сравнительно 2-3 года назад, были найдены новые недостающие таблички, скажем, где описан один из пропавших в тех табличках, которые были найдены в библиотеке Ашурба-Непала, эпизодов «Поход на демона Хумбабу в Ливанские горы». Вот он сейчас представлен в более полном виде, но это, в общем, новость даже и для Запада. Так что, надеюсь, у нас тоже найдутся энтузиасты, которые допереведут этот кусок. Но в целом основная канва эпоса о Гильгамеше у нас переведена, переведена все тем же Дьяконовым, переведена красиво. То есть эта книга на редкость увлекательно читается. Ну и это основа, если так можно выразиться, древнешумерского, древневавилонского мировоззрения. Вот, конечно, странно, это вот издание памятников, литературных памятников, зачем-то они персидского воина сюда поставили на обложку, хотя есть полное изображений Гильгамеша, но вот в другом случае они ошиблись гораздо меньше. Вот это действительно реальные шумерские изображения. Есть еще одна книга, довольно толстая, «Оссиро-Вавилонский эпос», где собраны переводы Шелейка, выдающегося нашего востоковеда, одного из мужей Ахматовой. И он, как бы, в общем, перевел значительную часть ассирийских и вавилонских текстов. Правда, почему-то среди них не оказалась поэма Энума Элиш, как бы второй, наряду с Гильгамешем, важнейшей поэмой о Вавилонии. Но при этом общую картину ассиро-вавилонской поэзии это дает. Это дает. И вот это еще одна книга, в которой можно ознакомиться с тем, что из себя представляла шумерская цивилизация в первоисточниках. Теперь и литература. Пожалуй, самая читаемая и самая популярная книга, посвященная шумерам, это книга американца Сэмуэля Крамера, «История начинается в Шумере». Это так лихо, очень по-американски написанный текст, где всевозможные сюжеты объявляются первыми в истории. Что вот впервые в истории, скажем, появился царь, впервые в истории появился такой персонаж, как Ной, впервые в истории как бы появились песцы, купцы и так далее, и так далее, и так далее. Вот в таком как бы бойком достаточно стиле Крамер это все пересказывает, но поскольку он действительно был одним из лучших знатоков шумерологии, то, соответственно, общая картина того, что из себя представляла шумерская цивилизация, он очень хорошо и очень ярко рисует. В нашей научной традиции есть прекрасная книга Натальи Дмитриевны Флитнер, «Культура и искусство двуречия». Это книга, посвященная, конечно, прежде всего аспектам, связанным именно с культурологией и искусствоведением, но общую панораму шумерской, вавилонской, ассирийской цивилизации, ассирийской, менее подробно она тоже рисует. Пишется, написано это очень увлекательно и действительно как бы с подробной характеристикой тех археологических памятников, с пересказом и историей того, как эти памятники были найдены. То есть, эту книгу вот недавно переиздали и ее я бы тоже советовал найти и прочесть. Дальше из литературы, посвященной Месопотамии, очень интересна книга Торкельда Якобсена «Сокровище тьмы», посвященная древней Месопотамской религии. Якобсен был одним из крупнейших тоже западных шумероведов. И он попытался написать эволюцию, историю эволюции Месопотамской религии от такой вот как бы первобытных, совершенно природных, аграрных культов. Он в частности, скажем, трактует схожди, как бы вот весь эпос о схождении богини Инаны, это та, которая потом станет Иштар или Астартой, в преисподнюю, как такую своеобразную метафорику порчи запасов кладовых. Вот такая вот оригинальная достаточно у него концепция, с одной стороны, грубо материалистическая, но при этом что-то в ней на самом деле есть. и до как бы сложной, как бы поздней религии в Вавилоне и Ассирии, которая является политической по своему характеру. То есть, по сути, скажем, структура царства богов начинает напоминать структуру как бы политической системы. Интересно, что эта черта, вот параллелизм царства богов и царства людей в смысле политической организации, она общая у Вавилона и у Древней Греции, но совершенно не общая с Древним Египтом. Вот такой вот как бы интересный парадокс. Вот у меня на стол книгах есть очерка Якобсина, ну, как бы оригинал всегда, конечно, лучше пересказан. Из того, что выходило недавно, есть прекрасная книга Доминика Шарпена «Хамурапи. Царь Вавилон». Книга, которой, на самом деле, на русском языке очень не хватало, потому что там действительно этот исторический персонаж, о котором мы знаем для Древнего Востока на удивление много. Но при этом у нас обычно в книгах, в учебниках и так далее ограничивались как бы пересказом законов Хамурапи, а как бы как о целостной политической фигуре и о ее историческом значении практически ничего не говорилось. Вот книга Шарпена, она заполняет этот пробел, то есть можно Хамурапи представить подробно и рельефно. В последнее время по Вагалонии начинают выходить книги авторов нового поколения, уже, скажем так, постсоветских авторов, которые не были в такой степени ограничены в работе, скажем, с литературой и с источниками, как авторы советских времен. В частности, вот есть книга Козыревой очерки по истории южными южными сапотами эпохи ранней древности. Собственно, это очерки по истории Шумера с подробнейшим вообще изложением событий, анализом реальной социально-экономической системы, где, конечно, никакого, скажем так, рабства не было и в помине, а в Советском Союзе все равно требовалось хоть какие-то реферансы в адрес теории того, что это были рабовладельческие общества сделать. Вот очень подробная, очень основательная книга, вот действительно, скажем так, специальная работа на новейшем уровне сложности. Дальше поговорим о Египте. На самом деле, как-то так получается, что в России египтологическая традиция очень сильная. У нас много египтологических коллекций в Эрмитаже, в Московском музее имени Пушкина и так далее. У нас много было замечательных специалистов, египтологов, но при этом общих обзоров истории Древнего Египта было очень мало. Был, скажем, ранний, очень как бы уже основательно устаревший обзор нашего выдающегося дореволюционного египтолога Бориса Тураева. Потом как бы властвовала такая школа академика Струвы, но академик Струвы делал себе карьеру в сталинские времена на том, что рассказывал всем про древнеегипетское рабство и про восстание рабов в Древнем Египте, в частности, он соответствующим образом интерпретировал знаменитый папирус Эпувера, который лейденский папирус, который был посвящен непорядкам эпохи упадка Древнего Царства. Он Струвы уехал в конец Среднего Царства и получилась революция рабов. Ну вот дальше было еще хуже, дальше бы вообще над советской египтологией властвовал такой довольно странный персонаж Авдеев, человек, который очень в близких отношениях находился, скажем, с Ваврентием Павловичем Берием, его все в общем так и считали как бы таким чисто МГБшным востоковедом, вот, при этом как бы в его работах есть какие-то интересные вещи, но в целом они не выдающиеся, но главное, главное, конечно, было в том, что значительную часть этих работ писал человек совершенно другого просто полета, человек, который на самом деле составлял эпоху в российской египтологии, это Юрий Яковлевич Перепелкин, очень странный человек, то есть гений, немножко сумасшедший, скажем, он всегда носил перчатки и старался не сжать другим людям руки, он рассказывал, что как бы основные египтологические открытия он делает во сне, когда бродит по всевозможным египтологическим коллекциям, которые ему снятся, если не ошибаюсь, он ни разу не был в древнем Египте, потому что вообще главная проблема советского востоковедения состояла в том, что это были востоковеды, которые не имели возможности съездить на восток в тот регион, который они изучали. И тем не менее, работы Перепелкина остаются до сих пор непревзойденными не только в нашей египтологии, но и в египтологии зарубежной значительной степени. Он сделал множество специальных работ, но общая и главная его работа, по которой на русском языке совершенно безальтернативно изучать историю древнего Египта, это история древнего Египта. Она собственно представлена была сначала в качестве текста вот в этом двухтомнике, вот в том томе, где фараон. Потом ее уже после смерти Перепелкина в постсоветские времена несколько раз издавали отдельными изданиями. Вот это есть издание, вот это есть издание, ее на самом деле очень легко найти в интернете. И ничего лучшего по древнему Египту на русском языке на самом деле просто нет. Это качественно иной уровень и в проработке частных вопросов и в общей картине всего происходящего. То есть понятное дело, что отдельные позиции Перепелкина критикуются современными египтологами, но при общем признании, что это вообще человек, стоявший на совершенно принципиально другом уровне, чем вся наша наука того времени. Вот собственно сам Перепелкин. Он умер в 82-м кажется году. Очень интересная история произошла с его книгой «Тайна золотого гроба». она посвящена была тому, как во-первых соперничеству двух жен фараона Эхнатона, знаменитого реформатора, Нефертити и Тее, а во-вторых тому, как после своей смерти Эхнатон был похоронен в чужом золотом гробе, потому что он считался проклятым всеми реформатором, который изменил египетскую религию. Это очень увлекательно написанная небольшая популярная книжка. Один из таких шедевров нашей египетологии, который обязательно стоит прочесть. Перепелкина вообще всего стоило бы прочесть, но большая часть его книг для неспециалиста совершенно непонятно. Но уровень можете оценить хотя бы по следующему, что вот когда у него вышла вот эта книга, когда буквально за 3-4 месяца до ее выхода был опубликован большой массив текстов, которые ему известны не были. Обычно для большинства научных работ это означает просто полный крах. это полный дефолт, потому что ты построил концепцию, потом появляется большая масса новых источников, и твоя концепция рушится, поскольку все по этим новым источникам выходило совершенно не так. Так вот, концепция Перепелкина устояла полностью, то есть он потом написал еще одну книгу Т.Е. из Семенеха Кера по мотивам вот этих новооткрытых работ, но все принципиальные его выводы остались полностью в силе. То есть можно только восхититься, скажем, точностью и тонкостью его ума. Из работ по искусству древнего Египта, хотя сейчас издается много всяких новых, но по большей части таких довольно компелитивных работ, но объективно лучшая книга до сих пор это книга Милица Матье «Искусство древнего Египта». Она красиво написана, она в общем очень грамотна по изложению, она даже в свое время была хорошо издана, не знаю в этом переиздании сохранилось ли такое качество или нет, но тем не менее книгу Матье обязательно стоит прочесть, если скажем вам интересно искусство древнего Египта. Если интересна литература древнего Египта, египтяне были в общем гораздо менее литературно одарены, вавилоняне, у них ведущей формой творческой деятельности было изобразительное искусство, в то время как для шумеров и вавилонян наоборот главным было в общем слово, но тем не менее вот есть небольшая книга, которой изданы в серии литературные памятники, сказки и повести древнего Египта. Все основные там повести о потерпевшем кораблекрушении, о путешествиях в страну пункт и так далее, обо всем об этом повести там в эту книгу включены. Из новых сравнительных изданий я бы порекомендовал работу Орехова «Мест строителей пирамиды. эпоха древнего царства». Работа в общем не бесспорная, но главное там действительно очень подробно описан процесс строительства пирамиды во всех деталях. Можно буквально заглянуть в каждую пирамиду, как она строилась, зачем она была нужна и так далее. То есть очень хорошо опять же, что такие книги у нас сейчас выходят. К сожалению, по древней Осирии ни одной достойной книги у нас до сих пор в России не вышло. Поэтому придется довольствоваться вот этим вот большим коричневым томом истории Древнего Востока, который я вам раньше показывал. Все остальное критики, увы, не выдерживают. Зато по Вавилону есть великолепная совершенно работа Белявского «Вавилон легендарный и Вавилон исторический» по новому Вавилонскому царству, по тому царству, где был Навуха-Донасор, Валтасар и вся эта компания. Белявский был представителем петербургского востоковедения, страшно конфликтовал с Дьяконовым и, собственно, один из самых некрасивых поступков Дьяконов в его карьере было то, что он фактически выкинул Белявского из науки. Тот работал, если не ошибаюсь, сторожем, сумел опубликовать всего несколько статей и всего одну книгу «Вавилон легендарный и Вавилон исторический». Но эта книга настолько шедеврально написана, настолько ты просто погружаешься в события эпохи нового Вавилона и затем падение Вавилона под персидскими ударами. Там еще очень важна, скажем, тема подробнейшим образом описанное взаимоотношение Вавилонского царства и древних израильтян и иудеев, начало знаменитого Вавилонского пленения иудеев, то есть описаны подробнейшим образом пророки, в частности пророк Иеремия, и все это, скажем, библейский материал, и материал клинописный, они так красиво состыкуются, что вот книга прочитывается просто на одном дыхании, это одно из изданий, которое относится к категории мастрит. При этом, конечно, Белявский, он был большим другом Льва Николаевича Гумилева, он, соответственно, их роднит некоторые методологические принципы, они оба немножко фантазеры, то есть, скажем, некоторые их допущения, они очень красивые, они очень хорошо отпечатываются в твоей памяти, но только потом ты выясняешь, что ты немножко не можешь понять, откуда они это взяли. Скажем, например, он сделал допущение, что Скифы были одними из главных участников разгрома Ассирии, взятия Ниневии, и, скажем, это очень красивая концепция, которая имеет значение, скажем, и для русской истории, потому что в нашей русской истории Скифы не чужие, но вот откуда он это взял, до сих пор я никаких независимых подтверждений не нашел, то есть, это явно такая смелая гипотеза, но при этом еще раз повторю, Белявский про Вавилон, это абсолютный мастрит. Очень неплохо на русском языке представлена история Персии, есть, скажем, классический труд американца Альберта Олмстеда, история Персидской империи, он у нас недавно сравнительно переведен и издан, это очень хорошая, очень надежная, очень качественная книга, есть, скажем, собственные наши авторы, в частности, Дандамаев, он знаменитый специалисты по Вавилону и по Персии и так далее, вот у него есть тоже очень тщательная основательная книжка политическая история Ахименидской державы, есть книга Фрая, кажется, тоже американца, наследие Ирана, посвященная всей эпохе Ирана до арабского завоевания, то есть там и период Ахименидов, и период Парфии, и период Сассанидов, все это в одной книжке и, по-моему, это достаточно важно для понимания, потому что, конечно, для истории Востока, до арабского Востока, до мусульманского Востока, Иран, это, в общем, реально центральная тема. Есть книга, соответственно, посвященная иранской религии, зороастрийцы Мэри Бойс, вот, то есть в ней достаточно подробно изложены как верование зороастрийцев, так и их религиозная практика, их религиозный ритуал. Про Индию и Китай я сейчас говорить не буду, потому что это вообще отдельная тема, немножко от классического Древнего Востока, на самом деле отличающаяся. Но зато порекомендую вам еще одну великолепную книгу в заключении разговора о Древнем Востоке, которую, может быть, не обязательно прочитывать, но очень приятно будет полистать. Это оружие Древнего Востока Михаила Горелия. Он был таким настоящим фанатом темы реконструкции оружей, вооружений и внешнего вида людей Древнего Востока, и, наверное, он собрал самую большую коллекцию изображений, которые где-то на всевозможных, скажем, стеллах, рельефах, в гробницах и так далее, и так далее, и так далее. То есть все изображения оружия, которые только были, он постарался собрать, систематизировать, описать и так далее. И эта книга уже выдержала несколько изданий. Я думаю, что вот у меня старое издание, но мне кажется, к новому приложены еще и его цветные реконструкции, иллюстрации. Вот он отрисовал, Горелик отрисовал практически весь Древний Восток вот в таком стиле, и, собственно, в историю Древнего Востока тоже включено несколько его работ. Но они действительно потрясающие, они очень живые, они позволяют представить себе, по крайней мере, вообразить, как эти люди выглядели. Вот здесь, скажем, на первом плане Кемерийский воин, сзади царь Урарту на своей колеснице, дальше вот какой-то Кавказский воин, все это, как я понимаю, с сирийских рельефов, где они очень подробно рисовали своих врагов. Вот. Теперь мы переходим с вами к античности. Теперь мы переходим с вами к античности. Вот перед вами на экране книжка, которую, мне кажется, очень полезно почитать и полистать. Это книжка немецкого автора, в советские времена изданная, Герман Хафнер, «Выдающиеся портреты античности». Чем она хороша? Это небольшой справочник по крупнейшим историческим деятелям античности с приложением фотографий их по большей части статуи. Вот, скажем, перед нами на обложке периков. То есть, вы будете иметь под рукой, благодаря этой книге, справочник с персоналиями и с, ну, более-менее точными портретами. Как известно, скажем, в греческой традиции портреты носили очень условный характер, то есть, там сохранялись только общие и сильно идеализированные черты человека. зато римляне, в отличие от греков, наоборот, были склонны к максимальной портретной точности. Поэтому, если про римских деятелей мы знаем, как они выглядели во всех деталях, то про греческих, как-то про того же Перикла, только в общих чертах. Но представить себе, что называется, лица, хотя бы в общих чертах эти лица, это, заметим, заслуга прежде всего, почти исключительно о европейской культуре. Нигде, ни в одной другой культуре, ни в одной другой цивилизации, ни древности, ни современности такого внимания индивидуальному облику человека не уделяется. Вот хотя бы в общих чертах представить себе, как они выглядели, это очень важно. Затем, если говорить об античности в целом, то сразу хочу сказать, что обязательно знакомство фактически со всеми работами выдающегося нашего специалиста по античности начала 20 века Фадея Францевича Зелинского. Это был человек исключительных знаний, исключительно оригинального ума, занимавшийся по большей части историей культуры, историей искусства, историей, скажем так, гуманитарной мысли античности. Но вот он дает наверное одну из лучших характеристик античной культуры, которую только вообще когда-либо давалось в мировой науке. Есть небольшой, такой его достаточно поверхностный, но это важно для первого знакомства, очерк истории античной культуры. Вот он, Фадей Францевич. Он, кстати, он дожил до революции, его выжили в Польшу, потому что он был поляк по национальности, то есть в Российской империи это никого особо не интересовало, но после того, как здесь начались большевизм и исторический материализм, Зелинский уехал в Польшу, где прожил еще несколько десятилетий, написал массу книг на польском языке, фактически создал польскую науку об античности. Потом, после войны, уже многие удивлялись, почему это вдруг у поляков такое неожиданно сильное антиковедение, что там много хороших специалистов, много пишется хороших книг и так далее. Это все было именно благодаря Зелинскому, которого туда выжили. Точно так же, как, скажем, американскую науку об античности в значительной степени создал наш эмигрант ростовцы, по которому мы еще тоже поговорили. Так вот, у Зеленского есть еще огромная такая двухтомная книга из жизни идей. Там, кстати, не только про античность, там, в общем, еще и, скажем, про Шекспира, про Шиллера и так далее, и так далее, и так далее. Есть такие культурологические заметки, но они тоже совершенно великолепны. Но главное, в эту книгу включена такая большая его работа «Соперники христианства», посвященная, скажем, альтернативным религиозным мировоззрениям, альтернативным взглядам на мир, которые конкурировали с христианством в Древнем Риме и которые в итоге были им побеждены. А в частности, у него там есть большая интереснейшая работа об астрологии. Я из этой работы вообще впервые понял, что это, как это устроено, что это такое и каким образом эта странная доктрина могла быть настолько интересна и вообще ничего это им было нужно. Вот. Ну и вообще, опять же, в этой книге нужно читать все. И при изучении античных религий и, соответственно, античной культуры, которая тесно с ними связана, опять же, никуда не деться от истории античных религий Зеленского. Это огромный вот труд сейчас переизданный. До этого его у нас издавали, переиздавали частями. Вот сейчас вот он вышел полностью в таком вот трехтомнике. Для детей, специально для детей, но хотя на самом деле взрослым тоже не повредит, можно порекомендовать книгу, его же книгу «Сказочная древность» Эллады». Это пересказ всех основных греческих мифов и легенд, пересказ в таком очень изящном, изысканном стиле. Зеленский вообще прекрасный стилист, он прекрасный художник слова и публицист прекрасный. Вот это одна из тех книг, по которым можно реально вводить детей в представление об античном мире. Дальше. Еще если говорить об античности вообще, то, конечно, из самих древних авторов главное представление о ней обычно мы можем составить с помощью Плутарха. Нужно искать полное, не сокращенное, почему-то, опять же, во времена моей молодости, за исключением вот этого издания в литературных памятниках, которое было почти недоступно, ходили в основном сокращенные версии Плутарха, где половина биографии примерно была выпущена. Но нужно искать, конечно, полное издание Плутарха и прочитывать его от корки до корки, потому что объективно лучшего учебника по истории Греции и Рима, да еще и в их сопоставлении, на самом деле просто не существует. При этом мы представляем эту историческую картину, историческую канву через конкретных героев, конкретных персонажей, и она, в общем-то, населяется ими. То есть Плутарх это, опять же, абсолютный мастрит в области античности. Если говорить о книгах для детей, вот именно для детей, то, конечно, по античности, по древней Греции, нет ничего лучше, чем книги Любви Воронковой. Это была такая советская писательница, которая писала такие, с одной стороны, соцреалистические книги из жизни подростков, типа девочка из города и так далее, а с другой стороны, вот она писала серию таких книг по античной истории, причем она сделала это очень спокойно и бесхитростно. она брала, скажем, базовые источники типа Геродота, Плутарха, Фукидида и так далее, и так далее, и так далее, и, в общем-то, писала на их основе, не очень выдумывая что-то, не додумывая каких-то вот чрезмерных, что называется, деталей, сложностей и так далее, но при этом очень ярко все это оживляя, скажем, на меня огромное впечатление в детстве произвела книга «Герой Соломина», посвященная биографии Фемистокла. Я, опять же, на 100 книгах подробнее об этой книге пишу. Вообще, это для меня был первый такой опыт понимания того, что такое вообще демократическая политика, то есть политика, когда не кто-то, как бы, получивший начальственное звание, может приказывать людям, а когда необходимо их убеждать. А Фемистокл, как известно, всю свою жизнь более-менее успешно убеждал Афинин в чем-то, в частности, он убедил их вместо раздела денег славрийских родников пустить их на строительство флота, и только благодаря этому они победили Перс. Вот книги Сен-Зевса и в глуби веков, это биография Александра Македонского, «След огненной жизни», это книга, посвященная первому персидскому царю, основателю Персидской империи, Киру Великому, а мессенские войны посвящены борьбе между спартанцами и мессенцами, которых они завоевали и превратили в элотов. Книга, между прочим, совершенно уникальная, потому что там собраны очень редкие легенды, которые обычно в большинстве учебников истории Древней Греции не пересказываются. То есть, в этом смысле мессенские войны имеют смысл прочесть, даже если вы, скажем, все основные события античной истории знаете. Так, вот, не знаю, при чем тут Аристофан. Так вот, теперь говорим о Древней Греции. Лучший учебник по истории Древней Греции это учебник Владимира Сергеевича Сергеева «История Древней Греции», написанной еще в 30-е годы в Советском Союзе. Он, как ни странно, не утратил в своей основе полезности и популярности до сего дня. Скажем, я в начале 90-х учил историю Древней Греции прежде всего именно по Сергееву и именно благодаря Сергееву я помню эту историю достаточно хорошо. Сергеев был очень талантливый человек. Вообще-то он был сыном, незаконно рожденным сыном Константина Сергеевича Станиславского, который был просто воспитан в семье друзей Станиславского. И, соответственно, этот унаследованный артистизм он перенес и на изложение древней истории. У него очень много ярких картин, очень много цитат из стихов. У него такая вот искусство лепки исторических событий и большая ясность изложений. То есть, поэтому что у нас делают? У нас регулярно переиздают Сергеева, просто дописывая и дополняя его новыми свидетельствами. Вот секундочку. Вот сейчас у меня на фото последнее издание его учебника, выпущенное в начале двухтысячных под редакцией питерского профессора Фролова, где все, что нужно знать на современном уровне науки туда дописано, но при этом основа Сергеевского учебника сохранена прежней. Вот ничего лучше для изучения древней Греции, как бы с нуля или близко как с нуля, чем Сергеев, я просто себе представить не могу. Потом вот книга, которую у нас почему-то не переиздают, то есть почти всего Роберта Юрьевича Виппера переиздавали в 90-е годы, но в общем-то лучшую его книгу «История Греции в классическую эпоху» почему-то ее не переиздают, но тем не менее если вам вдруг удастся ее найти, то вам очень повезло. Виппер был одним из известных профессоров и историков в начале 20-го века, потом уехал в эмиграцию, потом вернулся и читал на восстановленном в 30-е годы эстфаке Московского университета лекции, правда, прежде всего посредневековье, насколько я помню. Но вот его лучшая книга «История Греции в классическую эпоху». Это опять же основной предмет истории древней Греции изложен ярко, фактурно, с множеством деталей, с множеством подробностей, с яркими характеристиками. Вот я у меня на всю жизнь засела в память из первой же главы там формулировка, что главное, что нужно понимать, когда мы читаем у греков о свободе, это то, что это свобода, заточенная против непосредственного соседа. То есть, когда греки говорили о свободе, имелось в виду, что это свобода их города от, скажем, двух-трех ближайших соседних городов. И если вот этого не понимать, что речь идет о таком партикуляризме в защите своей общины, то, в общем, мы много чего в греческой истории не поймем. Разумеется, греки, они родоначальники мировой историографии, и их нужно читать самих обязательно. Сто процентно обязательно нужно читать Геродота, отца истории, потому что он очень увлекательно пишет. То есть, в этом есть, конечно, много элементов легенд, в чем его все время обвиняли, таких вот приблизительных сказок и так далее. Но это, в общем, почти что такая повесть временных лет, но она настолько прекрасно написана и настолько там яркие запоминающиеся истории, что не читав Геродота, в общем, любой образованный человек себя обкрадал. Ну, значительно более спокойный, холодный, склонный к массе занудных подробностей автор это Фукидид. Вот у меня вот есть вот такое издание его истории, как бы, разумеется, с тех пор уже вышла масса новых, то есть, все эти книги существуют сейчас в массе новых изданий, их переиздают два-три года регулярно. Его Фукидид описывал Телопанесскую войну, войну между Афинами и Спартой, описал примерно две трети и ее как бы не закончил своего труда и умер. А сам он был афинским полководцем. Он считается автором так называемой прагматической историографии, то есть, в отличие от Геродота, он не рассказывает приблизительных, скажем, сведений, легенд, у него там нет никакой мистики, никаких мифов и так далее, у него только то, что он как бы выяснил, сверил по источникам и считает стопроцентно достоверным и вызванным чисто земными причинами. Ну, то есть, как бы, как для современной научной историографии Фукидид, он является значительной степенью образцом. Его продолжателем до некоторой степени является Ксенофонт, ученик Сократа, вообще замечательный греческий писатель. Вот он закончил изложение истории Греции эпохи Пелопонесской войны и после нее до примерно 2-3-4 века. То есть, это тоже очень подробная, очень хорошая история, написанная с точки зрения про-спартанской. Сам Ксенофонт был афининым, но, как и Платон, как и Сократ, как и многие другие, на самом деле он симпатизировал Спарте, а не демократическим афинам. И в конечном счете Ксенофонт туда просто эмигрировал, получил от спартанцев поместья несколько элотов и благополучно жил, писал массу своих произведений. А у него еще много произведений, в частности воспоминания о Сократе, домоводство, какой-то трактат об уходе за лошадями, такой роман воспитательный, киропедия, воспитание Ти. Кира, но обязательно одно из еще произведений Ксенофонта нужно прочесть, его историю можно читать, а можно не читать, а вот Анабасис читать нужно обязательно, потому что это совершенно потрясающе просто и по сюжету, и по структуре, и по изложению произведения. это история о том, как десятитысячный отряд греческих наемников пошел вглубь Персии вслед за персидским царевичем Киром, который пытался у своего брата Артаксеркса отобрать власть. Они выиграли сражение у персов, но Кир в этом сражении погиб. И, соответственно, эти десять тысяч греков оказались никому не нужными в центре Азии. Им совершенно незачем, как бы, некуда было идти. Артаксеркс предлагал им сдаться, но сразу стало понятно, что как только они сдадутся, их перебьют. И поэтому они начали отступление, отступление к Черному морю через совершенно дикие горы Малой Азии и Армении, сражаясь с местными племенами, отбиваясь от наседающих сзади персов. И в конечном счете они к этому морю выбрались. Собственно, одна из самых знаменитых сцен в античной литературе, это как греки, увидев море, начинают радостно приплясывать и кричать «фалата, фалата», потому что они наконец-то дошли до моря, а если грек рядом с морем, это значит, что он уже фактически дома. Так оно и получилось, потом они выбрались практически без проблем. То есть это великолепное совершенно книга, которая производит колоссальное впечатление, в частности, одним из людей, на которого она произвела колоссальное впечатление, был Александр Македонский, который после этого, собственно, понял, что можно спокойно таки себе угломиться вглубь Персидской империи и либо там победить, ну, либо, по крайней мере, есть шанс уйти живым. И это его очень вдохновило на его поход на персов. Кого еще из-за античных авторов нужно обязательно читать? Во-первых, есть великолепная совершенно книга в библиотеке античной литературы в советские времена издававшиеся «Эллинские поэты». Знаменитого поэта, переводчика, критика Вересаева. Он лучше всех переводил эллинских поэтов, таких как Археолог, Сафо, Алкей и так далее, Феогнит и так далее, и так далее, и так далее. То есть его читать, опять же, вот именно эту книгу читать одно удовольствие. Ну, понятное дело, что нужно читать греческих трагиков из Хила, Сафокла и Еврипида, не забывая при этом читать, вот, к сожалению, я не подобрал тут иллюстрации современного нашего исследователя Афинского театра Ярхо. Но мой любимец это, конечно, Аристофан. Потому что знаменитый афинский комедиограф эпохи вот той самой войны со Спартией, Пелопонесской войны, во-первых, он совершенно великолепен для показа актуальной истории и политики той эпохи, потому что его комедии были вот абсолютно злободневны. Это всегда были политические комедии. А во-вторых, ну, он просто прекрасный совершенно писатель, стилист, юморист и так далее. При этом на самом деле важно при чтении Аристофана важно грамотно выбрать перевод. Потому что Аристофана, конечно, надо читать в переводе Адриана Петровского. Петровский был, опять же, как и Сергеев, внебрачным сыном уже упомянутого нами Фадея Францевича Зелинского и совершенно сам замечательным поэтом, переводчиком, тоже великолепным филологом, классиком. К сожалению, добра это ему не принесло, потому что он жил в Советской России и в 37-м году его расстреляли. Но до того момента, как его расстреляли, он успел перевести и откомментировать всего Аристофана и выпустить его в издательстве Академии. Вот, собственно, к этому была и картинка. У меня есть это издание, но сейчас оно, конечно, редко, сложно достать, оно баконистическое, но есть переиздание его в том же переводе в литературных памятниках. А есть всякие другие советские переиздания, которые делались как раз в те времена, когда Петровский был расстрелян и был под запретом и, соответственно, всего Аристофана перевели заново, но в общем и целом гораздо хуже. В общем и целом гораздо хуже, поэтому, если вы возьмете считать Аристофана, и вряд ли вы это будете делать в оригинале. У меня, кстати, оригинал дома есть, но я его вылавливал в Греции с очень большим трудом. Дело в том, что в Греции, когда бываешь, на самом деле, очень трудно найти издание древнегреческих классиков и очень легко ошибиться, так как у них вся эта греческая классика стоит в новогреческом переводе. И вот ты думаешь, вот буквы те же, слова кажутся вроде бы все те же, и очень как бы нужно за собой следить, чтобы случайно не утащить новогреческое издание вместо древнегреческого. Ну вот в одном маленьком книжном магазине в Олимпии мне таки удалось найти старое издание Аристофана на древнегреческом языке. Владелец долго рассказывал, как он любит Россию и цитировал мне любовные письма Марины Цветаевой. А я все стеснялся ему сказать, что нехорошо цитировать чужие любовные письма. Ну, греки они очень милые. Ну, вернемся, собственно, вот к их отдаленным предкам. Вот. Еще если для систематического изучения такой важнейшей для европейской культуры вещи, как греческая мифология, очень полезна книга Азы Альбековны Тахагоди «Греческая мифология». Собственно, фактически она написана ей совместно с ее формальным мужем. Фактически он, конечно, как известно был монахом Алексеем Федоровичем Лосевым. И фактически по лосевским идеям она написана. То есть это не просто пересказ сюжетов, это в значительной степени аналитический смысловой пересказ сюжетов древней греческой мифологии. И этим эта книга весьма полезна. Ну, не знаю, мало кто, наверное, возьмется читать лосевскую историю античной эстетики целиком. Это монументальный труд. Как бы с одной стороны преклоняешься перед величием его гения, с другой стороны вы местами не понимаешь, зачем к чему это все, но только надо, конечно, понимать, что он его фактически не писал, а диктовал. То есть понимаете, все эти тома еще и были надиктованы. Но есть небольшой краткий конспект по греческой философии лосева, и вот его я бы советовал прочесть. Потом, для понимания древнегреческой культуры и цивилизации очень важна книга Алексея Иосифовича Зайцева «Культурный переворот в Древней Греции». Есть такое понятие «греческое чудо». Собственно, загадка того, почему на небольшом участке, на очень бедной земле, очень, в общем, небольшого народа произошел колоссальный по силе культурный взрыв, на котором, в общем, до сих пор базируется вся мировая цивилизация. которая базируется прежде всего именно на древнегреческом научном, философском, эстетическом и так далее наследии. Вот ответ Зайцева на это связан с тем, что для греческой культуры было центральным понятие агона, то есть соревнование между собой людей и приобретение чести в результате этого соревнования. то есть греки непрерывно занимались тем, что в самых разных областях, скажем, от риторики и философии или искусства до спорта, до знаменитых олимпийских игр, они соревновались между собой. При этом они, в общем, были единственной цивилизацией, которая ввела это соревнование в мирную форму. То есть греки тоже, конечно, все время друг с другом воевали, но они первые придумали, что можно соревноваться не только воюя между собой, но и всякими другими способами. Что, скажем, город может получить славу не за счет того, что он завоюет соседний город, а за счет того, что, скажем, его представитель победит в бегах колесниц или, например, в Панкратии, то есть, если угодно, в рукопашном бое. Причем одни и те же люди ухитрялись заниматься как тем, так и другим. Скажем, Афининин Аристокол был знаменитым бойцом в Панкратии и оттуда, собственно, получил прозвище Платон Широкий. А потом он стал учеником Сократа и превратился в самого глубокомысленного, в самого метафизически утонченного философа в истории. То есть, вот представьте себе Николая Валуева, который оказывается самым метафизически глубоким мыслителем в истории человечества. Вот в древних Афинах, вообще в древней Греции такое реально было возможно. Потому что надо всем, а господствовало вот эта концепция агона, о которой собственно и пишет Зайцев. Из авторов современных, абсолютно актуальных, работающих сейчас, прежде всего по древней Греции следует читать работы Игоря Евгеньевича Сурикова из МГУ. Он, во-первых, очень плодовитый, он очень компетентный автор, при этом он пишет нереально много, я вообще в жизни себе не мог представить, что наш академический ученый может писать в таких объемах, он выпускает в общем по книге в год, иногда даже больше. И он действительно очень систематически излагает историю Древней Греции, историю афинской демократии, историю древнегреческого мышления, в частности потрясающая его книга Полис Логос Космос Мир глазами Эллина, категория древнегреческой культуры. Собственно из этой книги можно понять то, как мыслили и как представляли мир древние греки. Потом у него есть фактически полная история, политическая история Древней Греции, изложенная опять же через биографии. У него четыре тома книги Античная Греция политика в контексте эпохи. Первый том Архаика и Классика это грубо говоря эпоха Солона Солона или Курга. Время расцвета демократии это условно говоря эпоха Фемистокла Аристида и Перикла. Година Междуусобиц это эпоха Алкивиада и наконец на пороге Нового Мира это уже история скажем так предмакедонских времен уже с самого стыка эллинизма эпохи грубо говоря Демосферна. Вот то есть четыре тома политических биографий крупнейших древнегреческих деятелей через которые можно прекрасно на новейшем совершенно уровне представить греческую историю. В частности один из маленьких таких научных подвигов Сорикова состоит в том что он смог доказать вполне научными методами что Перикл действительно бывал на территории России в Крыму бывал в Херсонесе бывал по всей видимости на Босфоре причем он сделал очень тонко он это сделал при помощи херсонеских надгробий на которых сохранились типично афинские имена откуда они могли там взяться обычно такие имена для каждого полиса имена были немножко свои так вот при этом как бы понятно что хоронили обычно всех тоже у себя на родине в крайнем случае там сжигали и хоронили урну то есть это не могли быть похоронены афинины откуда тогда могли взяться типично афинские имена типа ламах на на Херсонесе вообще на как бы в северном преди Черноморье были так называемые отношения проксении между жителями двух полисов то есть они становились такими фактически что называется побратимами и должны были оказывать поддержку как бы в случае там приезда одного в город другого и в честь проксена обычно называли детей так афинские имена появились на Херсонесе но для того чтобы этой проксении были установлены значит эти люди должны были из Афин там как-то оказаться на Херсонесе а как они там могли оказаться с экспедиции Перикла тем более что среди этих имен есть имена ближайших соратников Перикла как бы совершенно уникальной то есть понятное дело что имя было взято только в их честь а не в чью-то еще так Суриков сумел доказать что такие знаменитые экспедиции Кири Перикла по Черному морю о которой упоминается неоднократно в античных источниках она проплывала не только по южному турецкому но и по северному российскому крымскому берегу Черного моря и соответственно мы можем скажем смело тому же Периклу пока поставить памятник где-нибудь на Херсонесе мы можем утверждать почти стопроцентной точности что он бывал так вот еще одна книга Перикла которую Сурикова которую тоже стоит почитать это Солнце Элады история афинской демократии тоже очень систематичное описание того как афинская демократия была устроена второй автор он уже к сожалению скончался причем еще в 98 году но тем не менее в общем и целом современного уровня на которого стоит обратить внимание это Юрий Андреев петербургский историк в противоположность Сурикову который изучает в основном афинскую демократию он изучал прежде всего Спарту Дорийцев Дорийские мужские союзы спартанскую политическую систему вот перед вами скажем его книга недавно изданная после него осталось очень много рукописей которые сейчас все издают Дорийское завоевание а вот как бы самая наверное видимо хитовая его книга это спартанский эксперимент общество и армия Спарты то есть где он во всех подробностях описал что из себя представляло спартанское общество то есть вот если вас интересуют кто такие спартанцы и действительно ли у них там был тоталитарный режим вот нужно книгу Андреева прочесть он кстати утверждает что действительно абсолютно тоталитарный режим что грубо говоря вот спартанская идея свободы была вот примерно такая как ее описывал Виппер что свобода состояла в том чтобы не быть рабами никакого другого государства и в этом смысле как член общины спартанец себя чувствовал свободным но при этом в рамках самой так называемой спартанской общины равных он был полностью абсолютно подчинен этой общине ее власти ее государству и так далее вот книга Андреева очень интересная вот еще из опять же достаточно таких современных авторов петербургский антиковед Эдуард Давидович Фролов что интересно при этом большой патриот наряду с Игорь Яковлевичем Фраяновым они как бы такие там соратники в Питере старая старая гвардия которая к сожалению уже почти из университета вытеснена у него есть очень хорошая книга Греция в эпоху поздней классики общество личность власть посвященная феномену поздней греческой тирании у греков была ранняя тирания которая скажем так была до эры демократии а была поздняя которая после эры демократии вот о том как была устроена вот эта тирания Фролов дает прекрасную совершенно как бы картину есть еще одна его более общая книга собственно самая наверное популярная из его книг это факел Прометея это такой общий очерк истории древнегреческой мысли общественной политической при этом общественной политической как она отражалась в литературе и в искусстве и так далее вот факел Прометея но только надо искать позднее издание потому что сначала он издал книгу факел Прометея тоненькую потом книгу огни диаскуров а потом объединил их обе под названием факел Прометея поэтому нужно искать издание 90-х годов а не 70-х 80-х иначе это будет только пол книжки за эпохой классической Греции наступает эпоха эллинизма открывающаяся походами Александра Македонского и здесь нет ничего лучше для вхождения в тему чем классическая немецкая трехтомная история эллинизма Иоганна Дройсен это был такой прекрасный немецкий историк первой половины 19-го века как бы почти современник Карамзина немножко помладше но несмотря на это как бы в силу достаточной источниковой статичности этой эпохи его история эллинизма прекрасно читается и по сей день но она настолько хорошо ярко красиво написана настолько вот она сочная честно говоря читав более поздние книги по этой эпохе я ничего лучше Дройзина не нашел соответственно если хочется ознакомиться с эпохой Александра Македонского и его наследников диадохов и эпигонов то нужно начинать с Дройзин дальше а вот дальше у нас беда беда у нас состоит в том что лучшее как бы современное научное исследование по обществу эллинизма по экономике по социальной структуре и так далее до сих пор на русский язык не переведено хотя принадлежит нашему соотечественнику великому русскому ученому Михаилу Ивановичу Ростовцу собственно было три по-настоящему великих ученых которые занимались античностью это Теодор Момзин это Эдуард Мейер это Михаил Ростовц он был крупной фигурой дореволюционной русской науки действительно блестящим знатоком античности но он был страстным антибольшевиком вплоть до того что возглавлял какой-то там комитет или правительство в изгнании и соответственно он был вынужден уехать сначала в Европу потом в Америку получилось так что фактически его талант раскрылся за рубежом в книгах которые были изданы на немецком и на английском языке и в конечном счете Ростовцев построил для американцев их антиковедение то есть вообще большая часть вот американской науки от древности оно выстроено именно русскими специалистами эмигрантами антиковедение выстроено Ростовцевым а византинистика выстроена Васильевым как бы человеком которому Ростовцев очень активно кстати помогал а при этом весь советский период любая монография по античной истории обязательно включала в себя проклятие и анафемы гаду Ростовцеву который отрицает марксистско-ленинское учение который модернизирует историю который утверждает что якобы в античности был капитализм а капитализм там действительно был в смысле во-первых активной инвестиционной экономики во-вторых ростовщичество и управление действительно как бы большими финансовыми средствами кредита и так далее вот то есть Ростовцева обязательно проклинали хотя при этом не уставали пользоваться скажем например огромным иллюстративным материалом который он собрал в своих книгах ну скажем тот же Владимир Сергеевич Сергеев в своей книге по древнему Риму она конечно у него менее удачная чем Греция но тем не менее всю иллюстративную часть фактически берет из книг ростовцев вот но получилось так что наша антиковеческая наука была от как бы своего самого величайшего представителя причем величайшего не только по нашим национальным меркам но и по общим мировым фактически отчуждена и это отчуждение не преодолено в полной мере до сих пор так как самое главное у него было две главных книги то есть одна из них просто главная а вторая самая главная вот самая главная книга ростовцева социально-экономическая история эллинистического мира до сих пор не переведена на русский язык когда мне захотелось в 2015 году в одной статье посвященной римской американской политике провести параллель с римской политикой в отношении того же региона в отношении той же Сирии эллинистических государств которая в общем привела к тем же примерно результатам что и американская то есть римляне долго разрушали эллинистические государства типа Сирии вот такой вот парадокс и закончилось это в общем все тем что на востоке восторжествовало барбарство сначала там в виде парфии ну а потом вообще как мы знаем римлян византийцев с востока выкинули просто и там как бы восторжествовал ислам и вот ростовцев писал о недальновидности этой политики я захотел его процитировать мне пришлось просто переводить свою статью его с оригинала потому что у нас этой книги просто нет ну слава богу многие читают на английском языке эта книга легко скачивается в интернете то есть если вы читаете по-английски и если как бы нет проблемы с поиском информации в интернете то это действительно абсолютная классика это идеал того как должно быть выполнено научное исследование по античной истории ну вот будем надеяться что однажды у нас этот позор закончится и тоже ростовцева переведут если еще говорить об античности то если говорить об алинизме то конечно обязательно стоит прочесть небольшую книгу Флавия Ариана поход Александра собственно классическое описание похода Александра Македонского на восток на Персидскую империю из биографии Александра Македонского лучше всего книга австрийца Шахермайра Александр Македонский то есть она такая подробная вдумчивая с хорошо продуманной концепцией и с такой немецкой основательностью сделанной но из никогда не надо забывать что Александр Македонский стоял собственно на плечах гиганта в виде своего отца завоевателя Греции Филиппа Филиппа Второго Македонского и вот сейчас благодаря издательству Евразия которая вообще делает переводы массы интереснейших западных монографий и биографий можно вот почитать книгу Уоррингтона Филипп Второй Македонский И теперь переходим переходим с вами к римской истории переходим с вами к римской истории ну в качестве такого своеобразного популярного введения в нее на русском языке я бы рекомендовал книгу Льва Астермана Римская история в лицах на самом деле вот может показаться что это такая достаточно легонькая книжка но вот мои дети почему-то сказали что она для них слишком сложная из чего я делаю вывод что видимо для взрослого который знакомится с античной историей она будет вот в самый-самый раз в ней действительно подробно опять же в форме биографии описано от начала римской истории и до конца ее в общем все очень хорошо и подробно изложено потом Зелинский о котором мы уже говорили Фадей Францевич Зелинский в эмиграции в Польше написал двухтомную работу в своем таком опять же популярном легеньком стиле Римская Республика и Римская Империя которые сейчас в очередной раз переизданы издательством Алитея очень опять же легко с таким вот пересказом легенд с пересказом знаменитых исторических анекдотов и так далее он излагает Римскую историю и это видимо тоже одно из главных самых приятных пособий по Римской истории ну и конечно есть классика есть классика от которой никуда не деться это величайшая книга по Римской истории когда-либо написана это история Рима немецкого исследователя Теодора Монзена жившего во второй половине девятнадцатого века прославившегося в частности изданием полного свода римских надписей на тот момент известных исследованием римского государственного права но для широкой публики была предназначена его такая великолепная трехтомная история Рима очень так публицистически очень ярко написано если пробиться через первый начало первого тома где нет никаких конкретных фактов а есть только археология но археология понятное дело сильно устаревшая за эти полтора столетия но вот как только начинается конкретное фактологическое изложение Момзен читается просто как роман особенно когда в третьем томе он доходит до своего главного героя Юлия Цезаря то есть Юлий Цезарь у него был фактически как бы таким вот предстоящ как бы проекцией предстоящего объединения Германии то есть Момзен тоже как бы как и многие другие историки античности в известном смысле модернизировал политически актуализовал исторический материал и вот третий том читался как такой действительно страстный призыв к воссоединению Германии хотя реальный бисмарк в итоге на Момзеновского Цезаря похож совершенно не был но еще раз это роман это вот абсолют того что когда-либо было написано по Риму и это читается вот после первых 150 страниц на одном дыхании ну разумеется есть оригинал с которого все это списано потому что история Римской Республики до первого века до нашей эры она освещена в источниках достаточно скудно скажем фактически для ранней римской истории у нас есть только один крупный источник но есть еще какое-то количество мелких но только один крупный это Титлиний это историк эпохи августа который соответственно взял всю раннюю историческую традицию и ее переписал таким с вами несколько риторическим языком риторическим в том смысле что у него все подробности битв по большей части абсолютно шаблонны они поэтому собственно когда мы опираемся на него скажем в реконструкции битв это не совсем корректно он как бы создавал образ скорее идеальной битвы чем реальной но тем не менее только из Ливия скажем мы знаем подробности борьбы патрициев и плебеев только из Ливия мы знаем очень и очень многое о о том как Рим подчинял эллинистические государства по счастью по борьбе с Карфагеном у нас есть значительная часть как бы того источника которым Тит Ливия пользовался это всемирная всеобщая история по Ливии то есть мы можем сравнить где и как скажем Ливия ошибается или наоборот другие источники привлекает но тем не менее вот общий миф о римской истории это прежде всего заслуга именно Тита Ливия по счастью у нас хорошо полностью переведенного и соответственно без знакомства с ним особенно с первой декадой посвященной борьбе патрициев и плебеев и завоеванию завоеванию Рима и Италии ну мне кажется обойтись нельзя как в свое время Макиавелли без него не обошелся как в свое время Макиавелли написал совершенно замечательные свои размышления на первую декаду Тита Ливия то есть текст который как мне кажется является основополагающим по политологии вот из такой детской популярной литературы есть книга такого замечательного советского историка Александра Немировского слоны Ганнибала которая посвящена собственно походу Ганнибала на Рим это вот то что могут читать дети и будет хорошо если они эту книгу прочитают так же как по Греции будет хорошо если они прочитают Воронков есть прекрасная вот сравнительно недавно изданная в 2012 2013 году книга Виктора Сонькина здесь был Рим это путеводитель по древнему Риму которым можно легко пользоваться в Риме современно это написано в значительной степени по образцу книги про Константинополь и то как его разыскивают в современном Стамбуле Сергей Иванова и ну у Сонькина получилось на мой взгляд очень удачно то есть поскольку в общем когда у кого-то есть деньги все обычно ездят в Рим то надо просто ехать туда с этой книгой и по этой книге ходить тем более что в общем Рима в Риме больше чем Константинополь в Стамбуле если читать что-то про повседневную жизнь древнего Рима то конечно нужно читать книги Марии Сергеенко советской исследовательницы это жизнь древнего Рима с таким вот подробным описанием того как ходили чего ели и так далее есть у него и у нее еще вторая книга простые люди древней Италии я когда наткнулся на эту книгу в Букинисте я чуть не поперхнулся но советские люди были не испорчены они сразу поняли что он это козу доит вот книги Сергеенко в этом смысле в плане очень редкого на самом деле в советское время жанра повседневная жизнь то есть если сейчас это благодаря французскому влиянию один из основных жанров то в советский период это было большой редкость вот одной из таких редких одним из таких редких авторов который писал про повседневную жизнь Рима была именно Сергея и она в общем вполне до сих пор актуальна есть прекрасная книга Джерри Тонера под псевдонимом Марк Сидони Фалкс как управлять рабами это вот такой прекрасный совершенно хит последних лет где во всех подробностях с описанием с опорой на античные руководства и источники описано действительно как покупать рабов как ими управлять как их освобождать или как их наоборот наказывать в форме такого псевдо древнеримского тракта все это достаточно забавно хотя в общем может быть довольно цинично изложено вот немножко о тех монографиях которые по которым опять же можно знакомиться с древнеримской историей я обязательно порекомендую книгу Натальи Николаевны Трухиной политика и политики золотого века римской республики хотя бы потому порекомендую что у Натальи Николаевны я в свое время в университете учился она мне очень помогала но по сути это прекрасная работа о трех крупнейших политиках второго века до нашей эры эпохи после борьбы с Карфагеном это Сепионе Африканском марки порции Катони и Сепионе младшем и собственно я думаю что хотя бы благодаря тому что это первая русская биография Катона эта книга заслуживает внимания поскольку собственно Катон наверное самый идеальный персонаж римской истории из героев как бы самого знаменитого второго первого века до нашей эры эпохи кризиса римской республики прежде всего это биографии написанные Сергеем Львовичем Утченко это Юлий Цезарь и это Цицерон и его время то есть конечно про Цезаря с тех пор много вышло других биографий в том числе на русском языке про Цицерона в основном у нас выходят всевозможные переводы западных изданий но тем не менее как бы лучше проще и понятнее Утченко я честно говоря ничего на эту тему не знаю при этом разумеется нужно почитать и самих фигурантов например записки Юлия Цезаря комментарии де Белла Галика комментарии де Белла Цивили вот хорошо бы их конечно почитать вообще говоря на латыни вот я в свое время с удовольствием это делал причем мы еще ухитрялись в школе на первые слова комментарии де Белла Галика распевать их на мотив в ополе березка стояла Галия стомна с девиза вот Цезарь замечательный такой стилист очень простой точный ясный и не случайно это одна из тех древнеримских книг довольно на самом деле немногих которые дошли до нашего времени в полную бить Цицерон очень плодовитый и развернутый автор его тоже на мой взгляд обязательно надо читать но опять же позор нашего книгоиздания у нас до сих пор в стране не издано ни одного полного перевода речей Цицерона может быть что-то было в период дореволюционный но мне кажется даже тогда полного перевода речей Цицерона не издали а в советский период только вот такая краткая двухтомная выжимка в литпамятниках зато у нас почему-то перевели трехтомник писем Цицерона это огромное совершенно издание где вся его переписка за последние примерно 30 лет его жизни во всех подробностях там бытовых семейных дружеских политических и так далее это совершенно уникальный фантастический источник подревнего рима то есть если хочется понять эту эпоху в истории рима методом погружения то ничего лучше писем Цицерона просто не существует еще из тех античных авторов которых обязательно нужно читать про рим в оригинале это римская история опиак прежде всего гражданский войн потому что это совершенно фантастический по драйву текст где передается не только как бы фактическая сторона этих гражданских войн но и чисто эмоциональный человеческий накал с ним связанный опиан он вообще прекрасный совершенно писатель и вот у меня всегда стоит в уме сцена как он описывает драку двух легионов Цезаря которые оказались по разной стороны в войне между Антонием и Октавианом вот эти два легиона встретились друг с другом они встали в каком-то болоте и абсолютно молча начали друг друга убивать то есть вот он главная деталь которая подчеркивает это то что они резали друг друга без всяких криков в абсолютной тишине то есть опиан в этом смысле конечно очень силен силен именно передачи вот такого рода детали при этом упомянутом императоре Августе на самом деле на русском языке хороших работ не так много и по всей видимости лучшая это монография вышедшая в начале 50-х годов Николая Машкина принципат Августа во всяком случае там подробно описана эпоха прихода к власти Августа политическая система которую он создал и вот как-то с тех пор ничего лучшего никто об Октавиане Августе не написал несмотря на то что даже как бы Владимир Владимирович Путин по молодости был на Октавиана довольно похож вот главная книга по Римской империи это так же как и по эллинизму это Ростовцев общество и хозяйство в Римской империи двухтомное роскошное совершенно издание с огромным количеством иллюстраций с огромным количеством примечаний каждое из примечаний тянет на просто отдельную статью а может быть и диссертацию и с общим очень жестким критическим анализом того что из себя представляла Римская империя социально-экономической точкой зрения Ростовцев на самом деле Римскую империю совершенно не любил и заслуженно не любил почему ну за подробностями я отошлю наверное к своей заметке написанной как раз на основе вот его книги поищите в интернете Егор Холмогоров проклятия империи что грубо говоря проблема состояла в следующем что Римская империя подавила то многообразие форм цивилизации которая существовала в эллинистическую эпоху то есть римляне раскатали одним катком скажем Галлию Британию раскатали одним катком все государства эллинистического средиземноморья и в результате на самом деле вот создали такую вот как бы империю с поддержанием управленческого контура который в экономическом и социальном смысле не справились то есть вот такие сравнительно небольшие ну как бы трудно на самом деле с другой стороны назвать эллинистический Египет или Селевкинскую Сирию небольшими странами согласитесь но вот такого типа эллинистические державы справлялись с поддержанием управляемости цивилизации на своих территориях а когда римляне создали всемирную империю она у них начала запустевать в частности экономически запустевать причем в том числе по очень интересным причинам вот часто спрашивают почему римская империя не показывала такого инновационного развития как позднейшая Европа очень хорошо это показывает как раз ростовцы в частности на примере такой банальной вещи как защита копирайта вот кто-то начинает что-то интересное производить в одной точке империи например в Италии например какие-нибудь там уникальные сосуды или какие-нибудь интересные ткани и так далее и тут же это берут и копируют где-нибудь в Испании и в итоге а при этом рынок внутренний рынок Римской империи а никакого внешнего рынка международного рынка там не стало потому что все было завоевано и утолкано в единое пространство попросту не справлялся с тем чтобы поддерживать двоих этих производителей и в итоге инноватор прогорал то есть он не умеет он не мог сделать следующий шаг в своих инновациях то есть грубо говоря если бы Стив Джобс изобрел бы айфон его всюду бы тут же скопировали скажем скопировал бы тот же Samsung Sony и так далее и так далее и так далее после чего у Джобса просто не хватило бы денег на то чтобы скажем изобрести на смену айфону 2 айфон 3 а на смену айфону 3 айфон 5 и так далее то есть вот в Риме работала такая система и она фактически экономику подрывала а уж когда до власти дорвались в 3 веке военные клики то в этой ситуации империя и вовсе пошла в разнос она просто не выдерживала военных расходов когда военные были не просто защитниками страны они были еще и грабителями вот Ростовцев великолепно показал вот всю эту механику самодеструкции Римской империи и в общем становится отлично понятно становится понятно что действительно темные века и как бы падение Рима эпохи великого переселения народов были в значительной степени запрограммированы вот этой искусственной чрезмерной унификации цивилизованного порядка что цивилизации когда их цивилизованные государства когда их несколько они на самом деле лучше защищаются от внешнего варварства чем когда их загоняют в одну единую империю и собственно если американская империя однажды сложится в окончательном виде надеюсь что все-таки уже нет то это все закончится только падением как бы всего европейского западного мира перед напором варвар у ростовцев есть кстати еще небольшая такая популярная книга рождение римской империи как раз посвященная эпохе цезаря августа но она такая более публицистическая в то время как общество и хозяйство римская империя это действительно одна из классических работ в историографии 20 века то есть что называется в топ 10 а может быть и топ 5 она входит из поздних римских историков ну я бы обратил ваше внимание на Диона Кассия это был грек сенатор живший в конце второго начале третьего века и он описал римскую историю собственно с древности но нам осталась прежде всего опять эпоха гражданской войны эпоха августов тибериев и так далее и эпоха расцвета римской империи при династии Антонинов то есть Трояне Адриане Антонине Пии и дальнейшего начавшегося упадка там при марке Аврелии и Коммоде то есть вот у Диона Кассия очень вкусно очень ярко написана история он у него такой очень как бы язвительное перо он дает массу интереснейших фактов общеполитических а потом среди этого вставляет анекдот или какую-то ехидную зарисовку иногда может на самом деле этой зарисовкой убить весь светлый образ того или иного императора так например он долго восхваляет достоинство Трояна потом замечает что среди его пороков был только один он спал с мальчиками впрочем отмечает Дион Кассий он не делал им ничего плохого вот то есть Диона Кассий читать интересно на мой взгляд гораздо интереснее даже чем другого автора которого как бы традиционно считают все это Свитоний Гай Свитоний Транквил его жизнь в 12 Цезаре откуда собственно собрана вся масса анекдотов про императоров первого века Римской империи откуда истории про то как Каллигула собирался сделать консулом коня своего инцитата с консулом заметьте а не сенатором то есть если вам кто-то говорит что Каллигула хотел сделать коня сенатором то это значит у него двойка по имской истории но Свитония тоже конечно можно почитать вот ну и мы подходим к концу римской истории потом дальше мы уже перейдем к следующей теме к Византии христианству и так далее но это будет в следующий раз и вот по конечным фактам римской истории вышла отличная монография современного российского историка Юлия Борисовича Циркина военная анархия в Римской империи Циркин вообще очень плодовитый автор он у него полно работ о карфагене о финикийцах об античной Испании их все тоже можно читать и вот в час но вот эта работа она совершенно выдающаяся почему потому что закрыт на русском языке очень важный фрагмент о котором очень мало было как бы систематически изложенной достоверной информации это военная анархия третьего века когда один за другому сменяли на престоле военные императоры так называемые солдатские императоры милитаристские клики постоянно императоров убивали происходили государственные перевороты вот как это было почему это было книга циркина отвечает на этот вопрос во всех подробностях ну и вот в заключении нашего сегодняшнего разговора об античности еще опять же обращу ваше внимание на две книги посвященные специальному вопросу а именно чисто военной истории и изложенные в очень специфическом жанре жанре стратегема что такое стратегема это рассказ о том как поступил в тех или иных обстоятельствах тот или иной знаменитый римский полковод то есть не римский вообще античный греческий римский барбарский и так далее вот на этих стратегемах в древности изучалось военное искусство как бы самая знаменитая книга стратегем это конечно книга секста Юлия Фронтина военные хитрости это небольшая книжечка но это абсолютно классика это абсолютно классика с которой я познакомился в свое время благодаря знаменитой книге Митяева книга будущих командиров где он несколько страниц из Фронтина просто выписал к себе но она и сама по себе небольшая то есть ее можно найти прочесть и это ну как бы настолько поучительный и вдохновляющий пример для любого человека собственно главное самое интересное самое ценное в античной истории это то что она учит примерами что она воспитывает характер примерами то что она вы знаете в современной как бы историографии особенно под таким как бы гегельянском марксистским влиянием под влиянием вот этой теории там хитрого разума и так далее совершенно исчезла конечно вера в то что человек своим индивидуальным поступком может изменить чью-то судьбу хотя бы свою собственную судьбу вот античные историки особенно такие как опиан или вот как фронтин они дают надежду на то что ты реально своим поступком можешь делать что-то важное вот поэтому я всегда как бы всем рекомендую фронтин военной хитрости и другая книга она как бы посложнее и позануднее но она опять же хорошо подходит для изучения античной истории как целого это стратегемы полиэна если фронтин излагал стратегемы по принципу как бы ситуации то есть разные эпохи исходные ситуации то полиэн пошел как бы по принципу такому более формальному он собрал в каждой как бы книге своего труда стратегемы конкретно как бы одного конкретного полководца расставил их практически в хронологическом порядке вот греческие полководцы вот римские полководцы вот полководцы варвары вот вообще полководцы женщины там какие-то довольно эпические истории про амазонок и не только но в совокупности это действительно такая подробная серия ярких картинок про с историческими такими вот анекдотами за всю античность так вопрос к Егору собственно сегодня изложение наше основное завершено мы уже два часа проработали теперь отвечу на вопросы стоит ли читать история начинается в шумере если прочитал более позднюю книгу Самуэля Крамора Шумеры первая цивилизация на земле а вот знаете у меня вопрос а это точно не одна и та же книга под разными наименованиями если не разная то если если это разные книги то наверное все таки стоит хотя бы полистать истории начинается в шумере но вполне может оказаться что это в общем одна и та же книга вот Сакс о величии Вавилона честно говоря просто не читал честно говоря не читал ознакомлюсь и на следующем занятии отвечу что вы думаете про книгу Фрейда человек по имени Моисей ну по-моему это бред то есть это абсолютно бредовая с исторической точки зрения конституция то есть мне кажется что она интересна для изучения творчества Фрейда но не для изучения скажем Моисея или Древнего Египта или эпохи Эхнатона так история ну так уточняет что история начинает что Шумера первая цивилизация на земле это разная книга по сравнению с историей начинается Шумера ну тогда наверное я думаю не стоит то есть если вы читали более позднюю книгу то скорее всего все то что освещено в более ранней оно туда же включено что у Момзена есть сокращенный вариант Сергей да есть но я бы советовал читать Момзена все-таки в полном варианте может быть пропустить вот самые самые первые сотни страниц где нет никакой конкретной фактуры и начать условно говоря с установления республики но читать Момзену лучше целиком потому что сокращив сокращение в общем основной сок фактически исчезает вот вроде вопросов больше нет на сегодня ну тогда соответственно я на сегодня с вами прощаюсь мы хорошо плодотворно поработали надеюсь вам было интересно и надеюсь до встречи через неделю где мы будем обсуждать Византию древнее христианство если успеем немножко заденем еще европейское средневековье а какой вот есть вопрос по биографию Цезаря но я же рассказал что хорошая биография и хорошая биография Цезаря Учинка я о ней сказал в процессе вот так что на сегодня с вами прощаюсь до свидания надеюсь вас увидеть через неделю всего доброго до свидания